Баттлшип Полтава – проект линкора типа «Б». Основным предназначением корабля была борьба с крейсерами противника, а также линкорами типа «Шарфорст». Приветствую вас, командиры! Сегодня у нас на обзоре линкор Полтава. Это хороший линкор с точными орудиями главного калибра и быстрой скоростью хода, но, к сожалению, калибр этих орудий особо не внушает и составляет 356 мм. Так что пробить броню вражеских линкоров вам будет непросто. На дальних дистанциях против хорошо бронированных линкоров лучше использовать фугасы, а вот на средней и ближней дистанции, видя борт любого линкора, можете уже смело заряжать бронебойные снаряды. Благодаря своей точности, Полтава хорошо справляется с крейсерами на любой дистанции. Запомните это и используйте такое преимущество. Разумеется, у вас должны быть заряжены бронебойные снаряды. Еще одно его отличие – это самая лучшая маскировка на уровне среди всех линкоров, и этим преимуществом тоже стоит пользоваться. То есть, вы не будете обнаружены раньше других линкоров в начале боя, и вам даст это дополнительное преимущество. Сравнивать его с одноклассником линкором Синопом по сути не имеет смысла. Это совсем разные корабли и по проекту, и по геймплею на них. Но примерно мы их, конечно же, сравним. Ну что ж, настало время рассмотреть его ТТХ и сравнить его с другими линкорами шестого уровня. Также я посоветую, какие модули установить на этот линкор, какого командира, и в конце мы обязательно поговорим о тактике игры на этом линкоре. На первый модуль обязательно устанавливаем систему наведения, чтобы еще больше придать точности нашему линкору. На второй мод по сути подойдут все установки, но лично бы я посоветовал вам установить энергоустановку. Очень помогает при уходе от торпед или же просто делать быстрые маневры. Третий мод, как всегда, без шансов на выбор. Тут ставим, что дают. Переходим в оснащение. Здесь у нас все скромно, и вас ожидает ремонтная команда в количестве двух штук, аварийная команда в количестве трех штук и четыре самолета. Ремонтная команда восстанавливает 295 очков боеспособности в секунду. Это, так скажем, средний результат, и выделить здесь нечего. Синоп в этом вопросе лучше, и он восстанавливает на 30 очков больше. Аварийная команда такая же, как у Синопа. Но вот на Полтаве есть еще и самолет, а на Синопе нет. В общем, оснащением нас Полтава не удивило. Все стандартно, как для линкора. Живучесть Полтавы составляет 59-100. Это четвертое место снизу. А вот бронирование у нас, по показателям, одно из лучших на уровне, и составляет от 16 до 425 мм. Но, честно сказать, по ходу игры я этого не почувствовал. И часто получал ощутимый урон, даже когда стоял носом к вражескому кораблю. Противоторпедная защита здесь одна из лучших на уровне. 33%. Это второй показатель. Опережает нас здесь только американский линкор Колорадо. На Полтаве установлены три трехорудийные башни с калибром в 356 мм. С дальностью выстрелов в 15,9 км. Со скоростью перезарядки в 28 секунд. Время поворота башен на 180 градусов в 45 секунд. Как мы видим по таблице с калибром в 356 мм, у нас входит еще один линкор. Британец Кинг Джордж V. И он лучший, по данным ТТХ. Что касается по урону снарядам, Полтава хороша бронебойными снарядами. Урон составляет 11250. А вот осколочно-фугасные, наряду с другими линкорами, занимают среднее значение по урону. И это у нас 5300. Но шанс поджога один из лучших на уровне и составляет 41%. Скорость хода у нас 29 узлов. Это пятое значение на уровне. А вот, друзья, бинго. Радиус циркуляции у нас 1000 метров. Это самое большое значение на уровне. Так что делать крутые маневры у вас не получится. Время перекладки рулей 14-18 секунд. Тоже не самые лучшие показатели. А вот маскировка – это визитная карточка Полтавы. И составляет она 13,6 км. Самый лучший результат на 6 уровне среди линкоров. А теперь настало время поговорить о командирах на этот линкор. Их по классике жанра 2. Это Лев Галлер и Михаил Кедров. Настоятельно рекомендую на этом линкоре использовать Льва Галлера. Только с этим командиром вы раскроете всю боевую мощь Полтавы. А благодаря его основному навыку вы еще и улучшите урон осколочно-фугасными снарядами. Выбирая Льва Галлера в качестве основного командира, вы улучшите дальность, кучность и урон орудиями главного калибра. Но учтите, что ваш линкор станет более уязвимой целью и потеряет скорости. Поэтому будьте аккуратны. Но благодаря этому командиру вы почувствуете всю мощь Полтавы. А вот если назначите Михаила Кедрова, то можете попрощаться с вашими орудиями главного калибра. Но они станут бесполезны. Так что не рассматривайте этого командира на этот линкор. Только если нет у Льва Галлера, допускается такой вариант. Вот пару примеров, как летят снаряды, когда у вас назначен в качестве главного командира Михаил Кедров. Ну вот, наш линкор готов выйти в бой. Давайте поговорим о тактике игры на Полтаве. Полтава – это линкор поддержки. Не спешите с первых секунд сразу идти вперед. Запомните, ваши преимущества – это маскировка и точные орудия главного калибра. То есть, в начале боя, если вы будете находиться на одном расстоянии с другими линкорами, вас заметят позже всех, и вражеские корабли отстреляются в первую очередь не по вам. Так что выжидайте и потом вступайте в бой. Выцеливайте крейсера. Ваш калибр позволит попадать в цитадели чаще. Поэтому Полтава очень эффективна против крейсеров. На дальних расстояниях, а это от 15 километров и выше, если будете стрелять по линкорам, предлагаю вам использовать осколочно-фугасные снаряды, так как это будет более эффективно. Но если расстояние ближе, чем 15 километров, и вы введите борт, заряжайте ББшки и стреляйте. Ни в коем случае не подставляйте борт. У Полтавы, в принципе, как и у всех советских линкоров, очень уязвимы. Поэтому пытайтесь больше вытанковывать носом. Но и в нос Полтавы иногда ловят хороший урон. Поэтому я брони как таковой на нем не заметил. В общем, что вам нужно знать, играя на Полтаве? Лучше держите дистанцию и работайте сдалека. И лишь как только кораблей станет поменьше, можете сближаться и пытаться танковать. Преимущества и недостатки. Преимущества – это хорошая маскировка, быстрая скорость хода и точные орудия главного калибра. Недостатки – это плохая маневренность и не самая лучшая броня. Хотя вы знаете, если выставлять правильные углы, можно держать удар. Но в целом я крутой брони на нем не заметил. Что хочется сказать в итоге? С Синопом сравнить его невозможно. Это совсем разные корабли. Но если вы спросите, стоит ли его покупать, и я отвечу – да, этот линкор заслуживает вашего внимания. На этом у меня всё. Надеюсь, вам понравился этот выпуск и вы поддержите его лайком и подпиской на канал. Также не забывайте прожать колокольчик на канале, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят у нас на канале. А если вы хотите быть в курсе всех событий игры, то советую подписаться вам на группу ВКонтакте. Ссылочка находится в описании под видео. Там вы узнаете все самые свежие новости о игре, найдете себе напарника в команду и, что самое главное, вы всегда можете задать интересующие вас вопросы по игре, написав нам в личные сообщения группы. На связи был канал Battleship. Всем удачных морских сражений, командиры! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова